Еще встречаемся, визбора поем, И попадаем в тон, когда удастся. Но мы не лучники, мы корефеи дарца. Он пел о главном, мы же о своем. Он был большой и мудрый Робин Гуд. А мы прислуживаем по чуть-чуть шерифу, И тот нам платит строго по тарифу, Вербует для иных своих причуд. Мы виноватим потихоньку век. Хотя знавали времена похуже. Он был родник, мы черпаем из лужи. Он был не бог, но честный человек. Остались песни, что не по плечу, Как мы не пышься, все великоваты. Они, увы, ни в чем не виноваты. Для наших душ там слишком много чувств. Нет, мы еще напишем, Звоном оглушив и рифм, и струн, и голосов точеных. Но это будут песни обреченных. У нас иммунодефицит. Души. Я ошибся планетой. Я родился не здесь. Там покруче рассветы. Там росы гуще взвесь. Там и ветры добрее. Там нежнее снега. Там кузнечики греют свои песни луга. Там стремительные любят. Там острее ножи. Там достойнее люди, потому что белжи. Там не тут. Но, однако, тут мне жить до доски. Память вытащит на кон прежней жизни куски. Я забуду, забуду, растворюсь почти весь. Но не буду, не буду. И не там, и не здесь. Эпиграф. Валерий Брюсов. О, закрой свои бледные ноги. 3 декабря 1894 года. О, утри свои бледные сопли. Сладкозвучный страдалец-поэт. Прекрати свои мерзкие вопли. Ничего в них хорошего нет. Ну, зачем ты девиц совращаешь? Мужних жен и соломенных вдов. Петушиной свой хвост распущаешь. Мол, на все и со всеми готов. Был бы ты рэкетир. Или, скажем, депутат. Что жалейчий народ. Мент, стоящий всегда при продаже. Ничего не умеешь, урод. От тебя лишь разор до убытки. Кто в гостях жрал и пил за троих? Кто орал про небитых и битых? Кто сказал имениннику псих? А потом в разгоревшейся драке Кто стонал, закатившись под стол? Вы еще попадетесь, собаки? Вот куплю у чеченцев я ствол. И затем, похмелившись изрядно, Врал, что вынес всех на кулаках И блевал непристойным парадным У хозяйки вися на руках И божился, что больше не будет, Что отнылешь стол и тетрадь. Да чего же доверчивы люди, Если можно так долго им врать? Сгинь, как дым, и уже не воскресни. Растворись, как будто польская спесь. Ну а песни, оставь свои песни. Что-то в них слишком манкое есть. В истории мировой литературы Есть уникальная вещь. Называется она «Снежная королева». Великий сказочник Ганс Христиан Андерсон Рассказал о двух гениях. Двух детях, которые были гениальны от рождения. Кай – гений математики, физики, всего, что считается. И Герда – гений эмпатики, всего, что чувствуется. Я в свое время написал трилогию. Хочу прочесть одну маленькую вещь из этой трилогии. Кай Герди Северного полюса. Не пиши. Я уже забываю те странные знаки, Коим добрый наш пастор зачем-то прилежно учил. По планете Земля бродит шумное шустрое накипи. А вселенная смотрит из мрака и грозно молчит. Не ищи. Я и сам не найду, где теперь обитаю. Нет ни карт, ни рисунков, ни кроков, ни схем. Только снег, только лед. Я в них тихо врастаю. Помню слово «тепло». Но забыл его смысл. Насовсем. Не зови. Я уже не откликнусь. Да и не услышу. Слишком занят, из кубиков слов собирая слова. Королева смеется. И смех улетает под крышу. Да, она не права. Но, к несчастью, и ты не права. Не гори. Я уже не терплю. Если рядом горящее что-то, настоящий покой, Он возможен лишь только зимой. В нашей стуже костер, Как в сонате фальшивая нота. На тебя началась белых призраков Быстрых охота. Убегай. Возвратись, если только сумеешь домой. Не люби. Я уже на пожар твоих чувств не отвечу. Белоснежным кристаллом моя замерзает душа. Королева сулит мне за вечность. Короткую встречу. Восседай на троне И скипетром звезды душа. Не реви. Ты же знаешь, Что слезы любые не в помощь. В помощь разум холодный. Им спесь и пузырь протыкай. Как приятно, о Герда, Что ты меня все-таки помнишь. Будь жива. Я остаюсь неизменно Твой преданный кай. Ну и на прощание. Напрасно рябина пророчит Мне скорую смерть от тоски. Да будут осенние ночи, Как страсти твоей коготки. То черным и белым, То алым, То запахом прелой листвы, То старым прожженным мангалом, То шелестом злобной молвы. Рябина, не падай под ноги, Останься олеть в вышине, Как рот молодой недотроги, Что хочет меня лишь во сне. Спасибо.